итак мы в прямом эфире всем привет всем привет проводили тут несколько недель эксперимента с проведением эфиров через telegram и пока что в instagram все-таки выигрывает по тому как сделать запись потому чтобы было удобно присоединяйтесь потихоньку нас повестка две повестки разбор тех вопросов которые задавала вам stories и в последних рилз еще раз немножечко рассказать про курс который у нас предстоит стартует уже через меньше чем через три недели вот и ранняя цена до конца этой недели вопросы которые я задавала это по упрощению и усложнению а сам на самом деле часто так бывает что окончил teachers и как сергей сегодня вся в пасте написал асана выстраиваешь просто линейной последовательностью есть такая тасс на такая тасс на такая тасс вот я отучилась на первом тичерзе в пране и там всегда было просто вот первый блок разминка из урина маскар потом асаны стоя все равно какие ну как бы не все равно по уровню ранжировались ну такая последовательность после этого там сидя наклоны и скрутки сидя прогибая сидя подготовка и сложная асана потом компенсации перевернуты и шавас так вот строился блок и собственно есть разная школа где будет по-разному аргументироваться последовательность асан и что часто бывает студент оканчивает этот сейчас и по сути у него есть какой-то заученный протокол как от него отойти непонятно и на практике он часто не работает сейчас сергеем проводили работу в формате супервизии то есть собирались такой мини-группой с преподавателями многие из них как раз окончили там прану академия йоги федерацию йоги что-то еще там очарию недавно и там тоже вопросы блин хотим как непонятно как выстроить занятия под сложную асану какая цель занятия там как что-то упростить и усложнить как понять что нагрузка под учеников адекватная потому что вот одна девочка киборг не приходят новички они дохнут другая наоборот новичок не понимает как можно усложнить асан и так далее и это такая очень очень большая тема которая с одной стороны открывает зачем здесь нужны анатомия биомеханика биохимия в практическом контексте потому что ну их на тичерзи обычно учишь и потом так откладываешь и забываешь потому что асаны просто линейно есть их ведешь ну есть и есть а смысл асан нет анатомия ну зачем знать название мышц ты же не препарируешь кожу не снимаешь как бы это же не про йогу да 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 и душно и сложно и вот когда это все ведется вот так то соответственно непонятно что с этим делать серёж расскажи еще в тему как ты рассказал про свой подход к йоге ну как я уже написал есть как бы два варианта первый который изложила лиза как лиза когда есть последовательности с ней работаем то есть здесь как бы практику и все придет вот если практикуешь не приходит значит неправильно практикуешь вот а может у тебя как бы есть какие-то ограничения которые как бы не позволяют тебе как бы идти дальше и необходимо остановиться на как это сказать на этой стадии вот еще один вариант когда иногда асана продвинутого уровня как последовательность начинает даваться сложно потому что ну кому-то они были легко кого-то кому-то повезло у нее все хорошо вот для кого-то это будет то что мучительная смерть но перегрузка какого-нибудь сегмента то же самое например как это арха падма аутанасана когда там внезапно там после суринамаскара во первой серии штанги да и для многих это является очень хорошей перегрузкой колена потому что ягодичный еще не подготовлен это заберетный сустав не подготовлен всю нагрузку берет на себя колено и которая потом начинает страдать умные преподаватели они говорят что давайте да если не получается так будем наклоняться из дерева потом будем наклоняться из там полосу хасаны вот а потом уже будем переходите к под маслом но как бы иногда начинающим преподавателю который только закончил курку господи teachers до какой-то курс подготовки ему сложно как это ему сказали сделать так и кто он такой чтобы нарушать традицию последовательность с другой стороны есть как бы люди курсы которые показывают анатомию биомеханику как это делается почему а расскажет построение суставов это как раз там где я преподаю традиционной системы оздоровлений там больше как бы научный подход у нас тоже следы научный подход потому что мы как это сказать хотим не дать что-то как бы не дать рыбу дать удочку чтобы вы понимали почему это так строится и что зачем идет и как соответственно можно будет достаточно просто усложнить или упростить если есть как бы в этом необходимость но это вот кратко то что я сегодня написал и как бы во многих как бы и в первом подходе и во втором подходе есть там много плюсов много минусов то есть первым подходе тебе просто не нужно думать у тебя есть последовательность ты можешь что-то иногда немножко менять из-за того что асан достаточно много в занятии ты можешь просто поменять местами там один блок другой поменять направление что-то еще и принципе никакого привыкания не будет каждый раз это будет какая-то новая последовательность Тем более, что если человек только приходит на йогу и начинает практиковать, то 30-40 асан, он уже к середине занятий забывает, что в конце, не говоря уже про название асана на санскрите. А второй вариант, это вы случайно не дадите асану продвинуть уровни для начинающих, тем самым снизите риск получения травмы. Если кому-то легко или на занятии говорите, тогда ты вместо воина делай воин полтора, что это такое, Лидия, наверное, может быть, покажет. Воин один, сгибать ногу, это с точки зрения работы передней поверхности бедра будет сильно больше. Да. Один из вариантов. И на переднюю, и на заднюю ногу. А если наоборот, как бы сложно, то можно убрать, например, из, скажем, какой-нибудь Секопадуткатасаны или Гарудасаны, просто вернуться обратно на Графадрасан. Потому что всегда в группе бывают люди, которым, ну не знаю, которым нормально под их уровень, бывает 10%, которым легко и 10%, которым сложно. Опять же, если те, которым сложно, они будут постоянно пытаться что-то делать, они могут, в принципе, устать в какой-то момент, им будет грустно, скучно и обидно, и они могут потом отвалиться. Поэтому проще им дать немножко упрощения, они будут ходить, продолжать на занятия, работать, и в результате они таким образом постепенно подтянутся до основной группы. Да, и на самом деле, опять, какие были вопросы. На течении, в основном, мы знаем или какие-то конкретные отдельные наборы асаны, либо асана, и в ней какая-нибудь игра с координацией. Тем не менее, у нас есть 5 физических качеств. Если брать спортивную теорию, я про них писала. И в йоге для того, чтобы сделать асану, нам может не хватать силы, гибкости или координации. Чтобы делать асаны долго и не уставать, выносливость, но обычно там, чтобы даже сделать какой-нибудь разок силовой вход в стойку на руках, это о выносливости вообще речи не идёт. Поэтому здесь её можно оставить немножечко за кадром. И я вам предложила поиграться так, с некоторым набором асан. Как? Можно упростить и усложнить. И самая первая асана была самая базовая. Первый воин. И что тут обычно получается? Какое-то одно упрощение или усложнение. Ну, то есть, например, в первом воине, разберём чуть похоже, вот берёт человек по щемотанасану. Как её упростить? Там, руки на пол подсогнуть колени. Там, или какой-нибудь был наклон в джамширшасане тоже подсогнуть опорное колено. Но ведь асана, даже эти, состоят не только из одного какого-то пункта. Если брать сложно составные позы, особенно первый воин, там требуется сила, понятно, гибкость координации и ещё и разных частей тела при этом. То есть, если мы берём классического первого воина, я его беру ещё с ногой с пяткой вверх. Если брать аштанговский вариант, то тут ещё будет идти такой вот разворот стопы. Можно взять вариант всё-таки с пяткой вверх, как базу. Это как усложнение, например. И что нам здесь требуется? Нам здесь требуется разгибание бедра задней ноги. Чтобы мы обеспечили усилие на то, чтобы доделать задний наклон таза, старались минимизировать, немножко включить живот, минимизировать прогиб поясницы. Нам нужна сила передней ноги. Таким образом, это будет квадрицепс. Если идти тазом ниже дополнительно, это могут быть приводящие мышцы по задней ноге. Нам нужно разгибание бедра. И нам нужна гибкость по подвздошно-поясничной мышце и прямой мышце бедра, если это мерить. И дополнительно нам нужна координация, потому что это сложная поза. Новички могут здесь стоять и болтаться реально. Ну, им может не хватить равновесия, чтобы здесь удержать повод. И упростить, и усложнить мы можем каждый из этих параметров. Действительно, вариант, который вы предлагали, приподнять таз, он будет работать сразу в двух направлениях. Каких? Приподнимая таз, мы упрощаем силовой элемент. То есть, у нас будет меньше нагрузка по передней поверхности бедра, и у нас меньше будет разгибания по задней поверхности бедра. Но это только один из вариантов. Соответственно, как мы можем упростить чисто гибкость по задней ноге? Немножко подсогнуть ногу, не капитально. Или немножечко все-таки провалиться, уйти в более силовой вариант первого. По силе это будет усложнение, будет больше нагрузка на переднюю ногу, но по гибкости это будет упрощение. Как мы можем упростить координацию? Это такой очень, в целом, известный прием для асан стоя, всех триконасана. Триконасана, наверное, нет, но хита паршоконасана, воина 1, воина 2. Если вы ставите ноги примерно на одну линию, то по координации это намного сложнее. Если вы, вот в этой вот плоскости, если вы ставите ноги шире на параллельной линии, то по биомеханике у вас площадь опоры получается больше, и по координации у вас баланс получается проще. Это все растет примерно из позы Ромберга, которая такая типичная поза на координацию. Когда человеку надо сперва удержать баланс, по-моему, с ногами вместе, потом с ногами рядышком, потом уже с ногами на параллельных прямых. И только после этого приподнять ногу. Тест можно загуглить, он в целом известный и хорошо используется. Как можно упрощить? Хочешь сказать дальше? Нет, ну здесь как бы перед тем, как по-хорошему разбирать на упрощение усложнения, надо еще поговорить на тему, а для чего Вирабхадрасана делается. То есть, каждая асана, она может выполняться для разных целей. То есть, у нас как бы будет тема насчет собаки той же самой морды вниз, какая правильная, какая неправильная. Насчет треугольника, какой правильный, какой неправильный. Опять же, для меня Вирабхадрасана, сколько там, один, она у нас направлена на увеличение силы выносливости передней поверхности бедра. Соответственно, здесь по-хорошему надо и упрощать, и усложнять этот вариант. То есть, он у нас будет ограничивать длительное удержание. То есть, да, как бы сказать, сама форма, ее презентабельность и фотогеничность будет страдать, если у вас там задняя нога не будет так, типа... Это одна из целей. Ну, как бы одна из целей. Все как бы постепенно. Что ограничить длительность удержания Вирабхадрасана? Я понимаю, при этом Вирабхадрасана очень часто используется в комплексах для подготовки прогибов, например. Опять же. Ну, да, да, конечно. Но опять же, мы будем еще на курсе разговаривать про асану, потому что для прогибов нам нужно разгибание тазобедренного сустава, выжжение в КПС, но мы будем... Мы будем как бы говорить и выстраивать последовательности именно по разгибанию там тазобедренного сустава. И опять же, если мы говорим про работу с улучением гибкости, то здесь лучше все-таки использовать более устойчивые варианты, типа Санчаласана. То есть, если мы хотим, можно как бы... Опять же, здесь тот же самый вариант, что можно просто практиковать, и все придет, просто делать Вирабхадрасану, осваивать там, типа держать заднюю ногу прямой, будет проваливаться таз, прогибаться поясница. Будем держать таз, соответственно, будет он подниматься вверх и будет уменьшаться нагрузка на переднюю поверхность бедра. Будем держать переднюю поверхность бедра, будет, соответственно, что-то еще возникать. Поэтому здесь какой-то момент для начинающих лучше будет, если бы мы, как это сказать, сосредоточились на главном качестве асаны и еще на каком-то моменте. Потому что, если мы будем делать 3 или 4 момента, пытаться сразу удерживать, то будет плохо. Вот. Ну, в общем и целом, я как бы хотел бы поговорить про... Ну, как бы для... Ну, опять же, для меня, как бы, Вирабхадрасана, если мы говорим для начинающих и все остальное, потому что продолжающих еще будет нормально держать там координацию и прочее, это все-таки на увеличении силы выносливости передней поверхности бедра. Поэтому держать ее нужно немножко дольше. Поэтому, в принципе, для начала, когда я там веду занятия на заднюю ногу, я, ну, конечно, не совсем плюю, но, в общем и целом, для меня важно, чтобы была нагрузка на переднюю ногу. Вот. И после этого уже можно говорить про увеличение или, как бы сказать, усложнение или упрощение работы мышц передней поверхности бедра передней ноги. А дальше уже для усиления можно уже удерживать переднюю поверхность, дополнительно добавлять уже отдельно другие моменты. Это и положение задней ноги, положение колена задней ноги, положение таза, прогиб в пояснице и все остальное. Потому что в каком-то варианте, если мы говорим про воина, там будет прекрасно работать еще и мышцы разгибателя позвоночника поясничного отдела. Поэтому здесь, на самом деле, долго можно дискутировать. Ну, вот проблема в том, что начинающий, да, ну, на самом деле, продолжающий, больше трех моментов, то есть начинающий больше двух, потому что вообще ему сложно, понимаешь, не стоять. А продолжающий больше трех моментов не удерживает. Поэтому, как я уже сказал, скажите, держи таз, он потеряет заднюю ногу, скажите, держите таз и заднюю ногу, он потеряет переднюю ногу и так далее и тому подобное. Поэтому, как бы, такой вариант. На самом деле, да, хороший очень момент. Возвращаясь к тому, как упростить и усложнить асаны, кроме того, что ученику может не хватать в какого-то отдельного момента, выбирая вариацию, помните, зачем вы делаете эту асану. И у каждой асаны, у каждой вариации могут быть разные цели. Ту же самую вирабхадрасну можно упрощать и усложнять, и дальше в ней идти опять по гибкости. Можно. Другие асаны подводящие я сейчас покажу. И по силе тоже. То есть, если вы работаете прицельно там силой и уносливостью передней поверхности бедра, новичкам чаще всего именно этот момент будет сложен, то будете подводить и упрощать его. Вирабхадрасна. Позор, который, как Сергей правильно сказал, она работает, ее используют в комплексах при подготовке прогибов, но чисто в ней там тянуть ту же самую заднюю поверхность бедра и так далее неэффективна, потому что до этого у вас сдохнет передняя нога, до этого вы будете держать баланс стоя и так далее. То есть, это примерно как я вам по натараджасане тоже задавала вопрос, завтра по натараджасане выложу рилс. И как упростить там гибко? Все говорят, в натараджасане взять ремень. Да, конечно, это можно, но, блин, человеку и так он стоит, держит баланс, ему там адский стресс, почему не научить его сначала делать кольцо в сильно более устойчивых позах? И кольцо, и захват через сторону, лежа на животе, затем в бошке. Да, в раджа-капатасане, в ашвасанчаласане, в таких более сильно устойчивых позах и прогибах. Отдельно с ним проработать координацию, и потом это уже все склеивать. То же самое, на самом деле, эту прогрессию я сейчас покажу для вирабхадрасаны. Если вы будете готовить по вирабхадрасане разгибание задней ноги, то по мышцам логично потянуть подвздошно-поясничную мышцу, потянуть квадрицепс, для этого есть много способов один из них, научить человека здесь подкручивать таз и держать его, потому что здесь на переднюю ногу, ну, очень символическая нагрузка, заднее колено у вас на полу. И по координации здесь намного проще, потому что у вас площадь опоры больше, вы оттягиваете немножечко, можете подыграть ротацию бедра, вы ближе к полу и так далее, центр тяжести ближе к полу. И уже после этого подниматься, переводить человека в оверабхадрасу на один. Это если вы видите, что человек не может там докрутить таз, не может довыприметь ногу и так далее. Возвращайте в более устойчивое положение. Если вы видите, что человеку не хватает передней поверхности бедра, опять же, да, можно приподнять таз, это работа с упрощением самой позы, а можно работать с передней поверхностью бедра в симметричных позах. Например, в рудрасане, или стульчики у стены, или обычной ноткатрасане. То есть нагрузка здесь будет равномерно распределяться между обеими ногами, человек его подготовить, и он потихонечку сможет выполнить эту позу. Если усложнять в оверабхадрасане саму, то с точки зрения силовой работы, как уже показала, может быть, в оверабхадрасане полтора, может быть какой-нибудь вот такой вариант, он дополнительно прибавит работу по мышцам спины. Гипкостной вариант, я сейчас предельно не покажу, но там есть вариант с уходом вплоть до захвата задней стопы. Только это уже будет неверокхадрасане. Плюс, да, дополнительно по силе и координации есть вариант, например, с подъемом сахотника. Есть очень хороший вариант, если ты сделаешь ту же самую, ну ладно, раз ты убежала, так предусмотрительно. Вот. Есть еще хороший вариант сделать ту же самую, ну как бы сахоткирабхадрасану, с задней ногой на стуле. Вот. Это будет еще более жестко, потому что здесь мы, а, извините. Нет, я все покручу. То есть в таком варианте вы можете... Ага, и попрыгать. Да, не попрыгать. Здесь как бы вот вариант такой, что здесь уже будет нагрузка значимо больше, потому что как бы корпус вперед, нагрузка много будет интереснее. А самый простой вариант, господи, как же его назвали, такой американский йогин, который еще вот эту вот йогу против сколиоза, как вот, откуда Сирдхасен против сколиоза пошла. Шо, нет, не скажу. Вот. И он же еще сделал как бы это йогу для больных рассеянным сколиозом. Так вот там вирабхадрасана вот в таком виде делается. То есть если человек хочет сделать вирабхадрасану, он может сделать ее в таком виде. Вирабхадрасана, вирабхадрасана. Угу. Ну, а это будет уже как бы, в принципе, как тот вариант Синчиласана, который Лида тут показала. Да. Таким образом, что обычно происходит? Какие-то варианты упрощения, усложнения и понимания их после титчерса есть. Но они есть отдельные, не привязанные. Типа, например, возьми за стенку, приподними таз выше. Чем нам здесь, опять же, помогут знания, там, биомеханики, анатомии и так далее. Ты знаешь, что в мышцах должно работать. Если ты знаешь, что тебе нужна, например, сила передней поверхности бедра, ты знаешь, как по ней просить, и ты знаешь другие асаны, которые проще по силе, где ты можешь эту переднюю поверхность бедра доработать, чтобы в итоге сделать. Чтобы доработать гибкость, убирай те другие факторы, которые тебе помешают. То есть гибкость дорабатывай максимально близко к полу, в максимально устойчивых положениях и так далее. Там дорабатывай, потом собирай. Координацию дорабатывай последней. И таким образом можно собрать асаны. Но для этого надо понимать, что у нас в асанах по гибкости, по силе, по координации, что работает, что тянется, движение и подвижность, в каких суставах нам нужны, и как другими асанами это доработать. Поэтому как бы сейчас есть много каталогов асан, известных. Вот у Димы Демина, там у Тани Маркеловой, начиная от йога-дипики и так далее, но они примерно делятся. Неплохо. Ну так, ну начинают. Демину Маркелов, ну и там йога-дипики. В хатха-йога-продипики указано 12 или 16 пост, которые надо удерживать 3 часа 36 минут на паузе, на вдохе. В том числе по одному разу. Вот. Ладно. Если об этом говорить, каталоги, которые существуют, ну, например, если брать в Ачарьи у Демина, там просто разделение асан. Например, стоя, балансы, где работают бедра, прогибы и так далее. То есть, грубо говоря, по типу асан. И при этом непонятно, какая асана, из чего конкретно состоит, и как ее подготовить другими асанами. Поэтому хорошо, вот, хорошо, если вы сможете проанализировать градацию асан, грубо говоря, по той же гибкости, по той же силе, какая, какой подходит, какая из какой эволюционирует. Например, если брать ту же Чатурангу, я про нее уже писала в посте, по ней снимем еще видео попозже, у нас в прошлый четверг эфир завалился, в Чатуранге известно классно работает трицепс, и она для него используется. Но кроме офигенно работают дельты, офигенно работают грудные, мышцы стабилизатора лопаток, это передняя зубчатая, это трапеция средняя и нижняя, работают мышцы пресса, работает немножко передняя поверхность бедра и так далее. И человеку, например, трицепса может хватать, нормально он держится, а лопатки отклеиваются. И надо его возвращать в какие-то другие позы, где по трицепсу ему будет легче, но где он сможет доработать лопатки. Вот. И так далее. На самом деле мы как это снимали в прошлый четверг, и получалось так, что у меня с прямыми руками трицепс работает, потому что если он не будет работать, разгибается у нас локоть, то я просто упаду в пол. А у Лиды наоборот, из-за того, что у нее есть тенденция к переразгибанию локтевых суставов, соответственно, если она их переразогнет, то в этот момент трицепс выключится, потому что цепь, получается, будет замкнута, и нет необходимости мышцам работать. Поэтому еще надо смотреть отдельно по каждому человеку, как у него что. Да, следующий вопрос по Натараджасане был. По Натараджасане у нас это баланс на одной ноге, плюс колечко, как я уже сказала, сперва дорабатываем балансы, отдельно балансы на одной ноге, там тоже дерево, тоже вирабхадрасану 3, вирабхадрасану 3 будет максимально приближено к Натараджу 3, только без прогиба. Да, то же самое только. Поэтому, в принципе, любую асану сложную можно разделить на 2-3 асаны, их прорабатывать и потом собирать. То же самое, как уже Лида сказала, Натараджасана, дерево, наверное, все-таки не слишком специфично, а вот действительно 3-й воин с различным положением ног, рук и все остальное будет очень специфичен. И если уже 3-й воин будет освоен по координации, дальше будет освоена та же самая Раджа Капатасана, то с захватом, то после этого, или там кошка, после этого уже можно переходить в Натараджасана. То есть, вот у нас Натарадж, и, грубо говоря, даже если вы человека подведете к стенке и дадите ему ремешок, и скажете, вот так вот как-то делать, для новичка это будет не очень гуманно, потому что для него баланс сложен, прогиб сложен, и все вот это вот удержание. То есть, реально, если препарировать, то 3-й воин, та же самая Натараджасана, только без прогиба. И опять, в максимально близком полуконтексте, вот он прогиб. Собрать их по частям. А дальше смотрим, что нам требуется уже для Вербхадрасана 3, уже для прогиба. Подвижность плечевого пояса, подвижность тазобедренного, подвижность поясницы. Что с точки зрения силы, там что с точки зрения лискости, и собираем уже отдельно это. И получается такой классный, прикольный конструктор, который в итоге приводит к хорошему результату. Потому что если собирать асану самой асаной, там качать чатурангу-чатурангой, Натараджа-Натараджам, это такая себе стратегия. Не очень безопасная, не очень эффективная. Ну вот по колечку, то, что ты показала, простите, я выбылся с кадра, по Натараджу, что ты показала, лучше уже делать захват из кошки, чем из шалабхасаны, потому что тогда положение ноги будет приближено к тазобедренному суставу, тому, что нам нужно. Потому что в шалабхасане у нас, естественно, нога находится в нейтральном положении, тазобедренный сустав, а в кошке как раз то, где и нужно, под углом сгибания 90 градусов, а вторая нога уходит разгибанием. Потому что здесь может быть как бы такой затык. Поэтому по-хорошему, если мы говорим про кольцевые захваты и прочее, ну как бы сначала лёжа, потом, соответственно, из кошки, потом уже собираем третьего воина, а потом, соответственно, скрещиваем эту химеру и получаем то, что нужно. Опять же, здесь вариант такой, что можно, опять же, осваивать их последовательно, то есть собирать. Не получается кольцевой захват, делайте захват как бы через сторону. Вот. И дальше уже собираете. Но, опять же, как бы проще действительно разделять, програбатывать всё по частям и потом как бы собирать заново. Без этого не пойдёшь. Ещё, зачем здесь хороши знания анатомии и пеймин-панике? Потому что часто происходит абсолютизация личного опыта. Это как я перед, по-моему, прошлым эфиром тоже выложила свою уртку, сейчас, но сейчас я её так же фигово и сделаю, как тогда я делала. и спросила, чего мне не хватает. И были абсолютно разные ответы, особенно понравился ответ пресса, потому что у меня тут дохнет пресс. Но у меня я его тут вообще не чувствую. Вот это была абсолютизация личного опыта, что дохнет пресс. То есть, если у кого-то что-то дохнет, обязательно то же самое должно дохнуть у остальных. Поэтому всегда спрашивайте, а что ты чувствуешь в этой асане? Что ей даёт тебе в ней задержаться немножко дольше? Да, но часто бывает такая штука, что человеку так сложно, и он сразу там продержал пару секунд и выпал, что он не скажет. Почему конкретно? И для этого как раз хорошо знать мышцы, хорошо знать анатомию, биомеханику, биохимию, и все вот эти вот дела, чтобы понять, ну, что должно работать в вас и нереально. Дальше, например, в той же позе должны работать такие-то, такие-то мышцы. Думаешь, ага, вот в сумме, например, здесь должна быть депрессия лопатки, плечо от уха, это нижняя трапеция, разгибание плеча, это задняя дельта, это широчайшая мышца, пресс, да, определенный, но это любые там будут архановастные и так далее, прямые косые мышцы живота, прямая мышца бедра, это вот все вот эти вот задирания ног, и проверяешь отдельно по позам, где другие мышцы так человека не отключат, а конкретно вот эти вот целевые будут работать. То есть, подбираешь асаны, где должны сильно работать депрессия лопаток, смотришь, хватает там их человеку или нет, не хватает, докачиваешь имя, биохимия подскажет, сколько тебе надо их удерживать, сколько подходов и так далее. Название для какого-то там эфира и все остальное, биохимия подскажет. Да, да, да. Как это там, в джунгле зовут, биохимия подскажет. Да, 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 то же самое. Биохимия научит. Не хватает движения плеч, тоже подбираешь, это в йоге будет сложно, но в целом реально на широчайшую, на заднюю дельту, какими-то виньясами, в целом, особенно с утяжелителями, можно доработать. Если человек хочет, вот, например, получить ту же самую Уртху Брахмачирясу, которую я только что показала, вот он ее так составляет, по сути. Потому что, ну, как бы в целом, если вы будете качать вот все-все-все, это будет не очень эффективно. Человеку чего-то может уже хватать, а на что-то надо уделить, например, больше времени. Или если вы будете говорить, не хватает пресса, мне, значит, всем, и будете всех просто мучить артхановасанами, а всем не хватает чего-то вообще другого. У них так и не будет этой позы. Есть еще такая тема, что даже артхановасан здесь не сильно поможет, потому что здесь нужен уже какой-то момент, не пресс, а нужны будет передняя поверхность бедра и некоторые другие асаны. Ну, в общем и целом, если вот так вот меня спрашивать, спрашивать, вот, Лида меня спрашивает, то фактически, что это здесь? Уртху Брахмачирясу, это та же самая Пашчиматанасана, только с руками назад, именно погибкости. Если есть, значит, есть. Вот, значит, уже позволительно, потому что если нет Пашчиматанасана, то понятно, что Уртху Брахмачирясу по гибкости нам просто не получится. Дальше, соответственно, правильно Лида сказала, депрессия лопаток, это вариант силовой Дандасаны, дальше, как бы, силовой Дандасаны с отрывом пяток от пола, сначала одной, потом других, чтобы вот так вот не было завала плечей вперед и все остальное. А после этого уже фактически начинаем работать с подъемом одной ноги, то есть силовой Дандасаны с одной ногой вверх, силовой Дандасаны с другой ногой вверх, а потом уже постепенно собирать, переходить в вот эти вот вещи. Ну вот, и получается, Рил с Натараджасаной я завтра, если все в планах, выложусь, с Натараджасаной сняла, еще был вопрос по Титипхасане, из чего она состоит и так далее. Давайте этот вопрос оставим вам, потому что мы как бы уже рассказали принцип, как это все работает, гибкость чего там нужна, сила чего, и из чего можно этот конструктор составить. Подробнее мы с вами реально этим всем будем заниматься на курсе, и как возникла идея этого курса, когда мы вели с Сережей персоналки, называли там определенные мышцы и так далее, ребята некоторые такие, елы-пала, мы знаем название только бицепс, только бицепс, на руках есть только бицепс, остальное все, пресс и пресс, все, что такое бяна, что такое широчайшее, бицепс, пресс и ягодицы. Да, 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 и действительно понятно, что какого-то практического понимания, как использовать мышцы, как использовать понимание, как они работают, нет. На самом деле анатомия, она такая, если ее учить по учебникам, она... О, привет, привет! Если учить ее по учебникам, она и не перенесется на живую жизнь, потому что стоит там некий человек с начисто содранной кожей, как сказала Зазела, такой на картинке, красивой, и ты думаешь, ну я делаю асана, вон это самое, и как мне это вообще поможет. Но на самом деле анатомия определяется функцией, и мышцы крепятся для того, чтобы приводить тело в движение или удерживать какую-то позу. И опять же, мы с миографом будем проверять, что где действительно работает, и как этот коктейль составить, препарировать и подготовить, упростить, усложнить. Да, причем очень часто изменение положения телопространства будет менять включение мышц в работу. То же самое дандасан, та же самая собака морда вниз, та же самая пурнанавасана, это разные асаны по мышечной работе, потому что здесь по-разному действует у нас гравитация и силы тяжести, и в результате по-разному как бы будут работать мышцы. И поэтому здесь ситуация такая, что вот уртва брахмачирясана, вот то, что я очень люблю делать в весе на турнике, поднимать ноги, это две разные асаны, потому что, исходя из положения рук, будет работать по рукам разной мышечной группы, их будет катастрофически, может и не хватать. Да, опять же, если брать по гибкости, очень классная была тема, она опять в йоге одно время была популярна, асана как конструктор. Берем дандасану, ее же можно не в уголке, а вот в таком варианте поднять, вот так вот, силовая дандасана, то есть, вот это, это уже другое. Силовая дандасана, допустим, повторяет обычно дандасану. Только сотрывом таза от пола. Причем, попробуй сначала именно оторвать таз, кирпичики подать? Нет, в кирпичики, Вот. И здесь мы смотрим, а если опустить на пол и стараться, чтобы плечи вперед не уползали? В кого? У тебя. Опустить на пол. С кирпичиками. А, чисто таз? Пятки опустить на пол, то есть, поднять таз и стараться, чтобы плечи вперед не уползали, вот здесь как раз и будет проработка тебе для отдыха брахмачиваться на того, что нужно. Потому что, когда ты уводишь ноги вверх, отрываешь пятки от пола. Но у меня здесь легенцы пола касаются. Ну, поставь кирпичики на другую штучку. Вот. И попробуй не сломать кирпичики руки. Надо мной издеваются. Вот. Да. А в этом момент уже, после уже отрываем ноги. То есть, ну, что я имею ввиду? Кажется. Не устойчиво уже. Так вот. У меня руки длиннее, поэтому я и показываю. То есть, смысл в чан, что, как раз и сама Лид отметила, и тут, наверное, в комментариях, что в этом положении, вот, брахмачириасами, смещаются плечи вперед, получается вот такое вот, получается движение. В плечах. А здесь смысл в том, что надо стараться держать их вертикали. Если я даже оторву ноги от пола, у меня все равно плечи будут немножко смещаться вперед. Потому что это достаточно сложно. Нам тут пишут, что нас просили на курсе пощады. Ну, неправда. Не надо преувеличивать. По-моему, все прекрасно. В смысле просили пощады? Кто спрашивал, какие мышцы, а кто просил пощаду? Ну, Мы же там уже не делали силовых тренировок. Мы грузили мозг. А, в этом смысле? Да. Ну, мозг тоже, как мышца, в общем-то, причиняется правилам биохимии, его нужно тренировать. Чем у вас тренирование мозг, тем меньше вероятность возникновения деменции в пожилом возрасте. Да, и кроме того, действительно, получаете инструменты, которые потом можете применять по своим ученикам, монетизировать и так далее. На самом деле, да, вот таким людям, как мне, вот я максимально опускаю плечи, у меня вот действительно не достает ничего до пола, даже вот на легком прокиде, на нейтральном, тем более, есть такие, продаются специальные прекрасные дверные ручки для отжиманий, упора для отжиманий, у меня дома есть, вот с ними прекрасно это можно дорабатывать, но они похожи, да. Та же самая форма, артхнавасна, те же самые 90 градусов, похожая форма, халасна, ну, немножко меньше 90 градусов, не похоже. Ну, приятно. Если ты делала какую-нибудь уртхвадандасу, тогда да. Я просто говорю, вот, то есть, вот это похоже, потому что угол, все почти похоже, кроме положения рук. Да. И вот по гибкости абсолютно одинаково, но потому что работает вообще разное. Я вам скажу, где-то здесь будет передняя поверхность бедра работать, где-то задняя, что-то там будет практически. Где-то будет пресс, где-то будет работать спина. Спина, да. И для этого как раз хороши знания анатомии и биохимии. Давайте по Титипхасу, вы реально напишите ваши ответы, можно здесь в эфире, можно там потом в комментарии, я потом в сторис еще добавлю. Лучше комментарии напишите, и мы будем смотреть, вот, из чего состоит Титипхасу. И как ее можно собрать таким вот конструктором. У нас уже генетика, из чего состоит светлячок, да? Кто-то кто по гороскопу, я светлячок, так у вас же нет знака зодиака. А никакого нет. А никакого нет. Да. Что у нас на курсе? Опять, мы, получается, первые три недели будем очень-очень плотненько работать с миографом. Будем разбирать силовой аспект мышц, потому что сила его нога, это такая хорошая база. После нее уже достраиваются гибкость и координация по-хорошему. Просто по технике травмобезопасности и так далее. Травмобезопасность, эффективность, все это будем рассматривать. И мы сейчас все будем проводить через асана. То есть мы с Сережей сняли огромный каталог в несколько сотен асанах реакций и будем их тоже ранжировать по силе, по гибкости, по координации. И как правильно уже мы отмечали до этого, и вы отмечали, что нет асаны, которая требует вот только что-то одного. Сферическая асана в вакууме. Может, есть, но это какие-то очень-очень... Шавасана требует чего-то одного мягкого коврика и преда. И отсутствие тревожности. Нет, она много чего требует. С точки зрения физических качеств. Скорость не требует, гибкости не требует потому что нейтральное положение. Координация не требует силы, не требует выносливости, не требует... Психической силы. Ну, слушайте, найдите мне человека, который не может в шавасане пролежать там 10-15 минут. Таких много. У меня даже были те, которые принципиально уходили и такие, я не понимаю в ней смысл. Работал, работал, а тут зачем-то расслабляться. Ну, вот есть, у меня тоже есть одна занимающаяся, которая принципиально любит шавасану и говорит, не хочет тратить время. Говорит, и так занятие короткое, полтора часа, вот, не успеваешь потренироваться, поэтому это... Ну, да. Ну, здесь это обычно бегут к детям, к мужьям, поэтому как бы шавасану можно поднимать. Выносливости. Нервной системы. А прикинь, если рядом храпит кто-то. Не согласен. На коврике кто-то засыпает. Поясница в шавасане болит у многих. Вот, вот, вот. Нам пишут контраргументы. Ну, здесь ситуация такая, что если в шавасане болит поясница, то нужно разбираться с поясницей. Здесь могу только посоветовать записаться на консультацию, разобраться с поясницей и наслаждаться шавасаном. На самом деле, ну, как бы, я, ну, как бы, не смеюсь, у меня была одна, как бы сказать, студентка, у которой реально шавасане болела поясница. У него болело от крестца. И она говорит, вот, я ложусь и 2-3 минуты, а дальше начинаю мучиться и ворочать. Хоть шавасану, принимай на Баку. Естественно, мы с ней отработали крестец, я просто говорю, вот, сейчас возьми мячик, вот, теннисный, положил под крестец, понадавливай 10-15-20 раз, вот, а потом ложись шавасану, и там через 2-3 минуты говорит, нет, сейчас все будет нормально. То есть, человек уже четко чувствует, уже нет никакого дискомфорта, все хорошо. И после этого наслаждается шавасану. Поэтому всегда можно под, не знаю, скатать какой-нибудь небольшой коврик, положить его, в смысле, небольшой коврик, небольшой валик, положить его под поясницу. Потому что часто, когда поясница уплощается, соответственно, у там, человека могут возникать, возникнуть дискомфорт. Окей, возвращаемся теперь к занятиям курса. Получается, первые 3 недели мы будем разбирать силовые аспекты, потом гибкостные и смешивать уже, где сочетаются сила и гибкость, на последней неделе координацию. И таким образом, мы все асаны проведем через эту призму конструктора, через анатомию, биохимию, биомеханику. Соответственно, на первой неделе у нас будет лекция по биохимии и функциональной анатомии. И чем этот курс опять отличается от тех, что существует по анатомии, там, асан, биохимии и так далее, что он будет привязан строго к практике. То есть, это не будет какая-то просто отдельная анатомия. Вот есть такие-то мышцы, они здесь просто работают, как на картинках у Рея Лонга. И примите это. Да, 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 да. А мы посмотрим, что с этим делать. То есть, мышца работает, для чего нам это нужно? Как мы, где она нам потом еще будет нужнее для каких-то более сложных поз? Или наоборот, ее не хватает какими другими позами менее сложными в данном контексте. Ее можно доработать. То же самое по отдельному качеству, по каждой прям мышце, по каждому суставчику, по всему пройдемся и все соберем. Именно через асаны. Ну, не по каждому суставчику. Ну, не по каждому, да. Суставы пальцев давай все-таки, пальцев ног, пальцев пальцев рук мы и сбежим. Да, да, да. Ну, по каждому таким важным рабочим суставам. Это понятно. Вот. И стоит напомнить, у нас есть два тарифа. Как обычно, на тариф с обратной связью у нас прям раза в четыре больше человек уже записавшихся, поэтому спешите тоже занять свое место, потому что на тарифе с обратной связью у нас на одно занятие в неделю больше. Это во-первых. То есть, для всех у нас будет лекция в понедельник и среду для тех, кто с обратной связью у нас по субботам вечером будет еще такое занятие в формате лаборатории, где мы будем прям с вами отвечать на вопросы, решать задачки, а что тут должно работать, а как вот это упростить, усложнить, вертеть эти асаны, использовать пропсы, разбирать противопоказания и травмобезопасность. То есть, и это будет действительно такой классный кружок по интересам. Дальше, для обратной связи у нас чат обратной связи, что логично, и у нас итоговое тестирование с сертификацией для общего тарифа. У нас полу-такой лекционный формат, скорее с презентациями, он будет в понедельник и среду. Занятия у нас будут проходить в понедельник, среда и суббота вечер, скорее всего, от 6 до 8 вечера, да? Вот. Если будет много вас и много вопросов, то можем задерживаться, но посмотрим как, постараемся все оптимизировать. Тут всегда бывают вопросы, а что, если не могу присутствовать в указанное время? Вот честно, какое бы время ни назначил, всегда будет минимум половина людей, у которых часовой поезд не совпадает, там работа, семья, что-то еще. Записи все будут. Для тех, кто с обратной связью, чат обратной связи всегда есть. Для тех, кто без обратной связи, на гид-курс всегда есть возможность задать вопрос. То есть, мы со своей стороны максимально все учтем и стараемся всегда, чтобы качество образования не терялось, поэтому очень важно. Да, без обратной связи прям грустно говорить. Ну смотри, каждый, естественно, выбирает свой формат и здесь с обратной связью, это действительно кружок по интересам, это общение в чате, то есть на курсе по персоналкам у нас за первую неделю, там, по-моему, даже за несколько дней больше тысячи сообщений набежало, важных и живых обсуждений. В субботнее время обязательно присутствовать, спрашивают, нет, желательно, потому что это все-таки не лекция, а лаборатория, но также можно все посмотреть в записи. Опять же, и в этот раз меня участники спрашивают, и в прошлый раз даже были, кто просто на несколько недель на обучение уезжал, там, заболевал, уезжал в какой-то тур и потом догонял и с обратной связью прекрасно все восполнял, получал все ответы, нас с Сережей спрашивал, потом успешно сдавал курсовую. Вот сейчас в конце марта будет последний поток ребят сдавать курсовые работы. То есть, опять же, желательно, но абсолютно все адаптивно, и мы со своей стороны максимально стараемся, чтобы ни качество, ничего не терялось. По оплате до конца этой недели действует ранний тариф. Вы спрашивали про рассрочки и про возможность оплаты иностранными картами. Оплата иностранными картами есть прямо на странице, оплата зарубежными картами. По ней на автомате рассрочки нет, но мы можем предложить внутреннюю рассрочку. Плюс, если по каким-то причинам вдруг у вас карта не проходит, пишите мне, есть там резервный способ оплаты через посредника. Если русскими картами, то, соответственно, вы платите либо разовый платеж, либо есть рассрочка через Тиньков, вплоть до 6 месяцев. То есть, просто вся сумма сейчас, это ранняя цена 30 тысяч, делится на 6 равных частей, и с вас просто каждый месяц автоматом по 5 тысяч списывается. То есть, это такая очень не больная сумма, которая будет очень хорошим вкладом в ваше профессиональное обучение. Вот. Доступ к материалам курса у вас после окончания будет 6 месяцев, так что, ну, пересмотреть все точно еще можно не раз, потому что понятно, что с темпом взрослой жизни и так далее всегда что-то не успеешь. Материалов много, действительно, мы информации и знаний даем очень много и захочется что-то пересматривать. То есть, эти возможности все тоже будут. Да. Добавить нечего. Да. Если у вас есть сейчас еще какие-нибудь вопросы, обязательно пишите. Вот у меня такой обратный отчетик стоит, что до конца, до повышения цены осталось 5 дней, 17 часов, 13 минут. Прекрасно. 56 секунд. Да. Так что, скоро начинаем работать, мы уже вовсю готовимся, фотки, которые отснимали по асанам, начинаем обрабатывать, сейчас с миографом Сергей будет измерять, я, соответственно, измеряю все гибкостные углы и так далее, чтобы у вас был максимально топовый материал. И опять уже говорили, что это отличается от наших семинаров, от того курса, который мы делали по персоналкам, стараемся готовить каждый раз уникальный контент, какая-то информация будет пересекаться, то есть чисто общая биохимия, физические качества и так далее. Ну да, потому что невозможно говорить об асанах и опять же не объяснить новым участникам курсов, почему вообще йога хороша, асана, виньяса, статика и все остальное. То есть асаны изучаются, может быть, не так уже сильно, но с точки зрения работы статических упражнений исследований достаточно много. И с точки зрения исследований на здоровье и, соответственно, и на силу, и на выносливость. Да, и вот поэтому мы говорили, что тем, кто был у нас на курсе по персоналкам, посещал наши семинары, будет много новой информации, но за счет того, что вот эта вот какая-то базовая пересекается, без которой новым будет все непонятно, тем, кто был на курсе по персоналкам или на трех и более семинарах, скидка 10%. Она автоматом проходит. Вот уже... Да, 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 я уже ответила. Еще не ответила. Еще не написали, а ты уже ответила. Да, смотри, у нас таких участников тоже есть, есть те, кто с курса по персоналкам уже пришел, есть те, кто это самое, просто на странице оплаты GetCourse автоматом пробивает эту скидку в 10%, так что все прекрасно будет. Ну что, если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте или пишите их в комментариях и обязательно еще ждем ваши ответы по сети. Да, ждем ответы по светлячку, потому что очень интересно. Попробуйте, как это сказать, отрезать светлячка от передней лапки и посмотреть, что из этого будет, какую асу нужно сделать для того, чтобы по гибкости получил светлячок. А дальше уже смотреть по силе. Вот, частично мы какие-то асаны сегодня показали необходимость, освоение которых очень необходимо для светлячка. и дальше уже подумайте сами, чего еще может там не хватить. Вот спрашивают, будет ли каталог асан как методичка? Как методичка нет, будет как презентация. Не, на самом деле, смотри, мы в презентации какие-то асаны именно из всех, все прям несколько сотен, что мы отснимали, не составим, но в презентациях будет много асан. Над методичкой возможно будем работать когда-то отдельно над методичкой или книгой, потому что это работа, которая там просто занимает много месяцев систематизации и так далее. Не надо будет просто именно такой книжной работой. Фотографии асан, верстка и все остальное. Поэтому даже до уровня методички просто если сделать методичку и книжку, то в общем целом курс можно и не делать. Да, это такое уже прям издательство. Собственно, в целом как-то асаны, просто фотки асан куда-то залить можно будет, но опять же в таком формате методички уже есть известные и существуют. Опять же, хочется дать больше удочку, чем рыбу и понимание. То есть, опять же, из всех асан вы можете создать еще кучу вариантов дополнительных, как их куда сдвинуть, упростить. Чуть-чуть что-то вы в асане поменяете, у вас уже практически рождается новая асана. Как там было, Шива дал сколько-то там миллиардов асан или миллионов асан людям станцевал, и сколько-то там из них много тысяч люди могут использовать. Соответственно, да, 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 соответственно, вы тоже, понимая просто принципы, сможете немножечко это все корректировать и даже создавать новое. Более того, идея асан как конструктора использовалась еще в советской школе йоги и постсоветской Андрей Витальевич Лапов в универсальной школе это использовал. Он не работал с силой мышц, то есть у него все было довольно травмоопасно, он чисто брал подвижность суставов. Но по подвижности суставов он как раз клево сделал конструктор. И у него ученики, сейчас не будем разбирать там эффективность, травмбезопасность, плюсы-минусы универсальной йоги, но сама вот эта тема очень интересная. У него ученики, окончив курс, чтобы сдать на диплом, должны были придумать свою асану. И вот зная просто, как, куда двигаются суставы, это очень несложно. Потому что берешь и в какой-нибудь или баланс, или кракозябру добавляешь еще там полулотус, полувирасану, еще что-нибудь и получается новая асана. Ну то есть... То есть, грубо говоря, датасана с одной вытянутой рукой. Нет, ну не настолько. Ну как это? А что такого-то? Не настолько. Но примерно, да. Так что, на самом деле, можно это делать уже даже и самостоятельно. Ну что? Спасибо за сердечки, спасибо за все. Ждем ваших вопросов и ответов в комментариях. Да, Лида ждет ваших вопросов, а я жду ваших ответов про сетличка. Давайте. До скорых встреч на курсе. Давайте. До скорых встреч. Хорошего вечера. До скорых встреч.